У меня сегодня день рождения. Что я получила в подарок? Что они верят в меня, за то, что любят меня и поддерживают. Гели вести канал, это не так легко. Хочу сегодня вместе с вами приготовить торт Наполеон. Итак, нам потребуется... Давай покажем, что папа купит в маме. Телефон хороший, но не дам. Мало сделаю из него присыпку в бленд. Возьмем мою машину. Очень рада поделиться с вами своими эмоциями. Рождение Марина! Верить в себя, верить в свою мечту. Мой канал, для этого я его и создала. Все пройдет, пройдет и это. А сегодня, что для завтра сделал я. Ребят, привет! У меня сегодня день рождения. Мне исполнилось сегодня 40 лет. И в видео сегодня хочу поделиться с вами, какие все-таки подарки приготовил для меня муж. Что я получила в подарок. Хочу сразу попросить всех, тех, кто принимал участие в моем таком опросе недавнешнем, да, на ютубе. Кто догадался, кто угадал с вариантами ответов, пожалуйста, напишите мне на имейл свой адрес. Я обязательно постараюсь выслать для вас, как и обещала, небольшой подарок. Хочу поблагодарить, конечно, в первую очередь своих родителей за то, что дали мне жизнь, за то, за все, чему они меня научили, за то, все, что они хотели бы мне дать, но не смогли. Но на самом деле дали гораздо большее. За то, что они верят в меня, за то, что любят меня и поддерживают. И, конечно, для них я умница, красавица. Они очень удивлены тому факту, что я вообще начала вести свой ютуб-канал, так как я сама по себе такой не особо публичный человек, не особо люблю прививать свою жизнь, делиться какими-то такими моментами. Но, собственно, они очень рады. Они меня в этом плане поддерживают, дают мне возможность к развитию, вот именно своей поддержкой. Также благодарность моим друзьям, просто знакомым, которые тоже меня поддерживают. На самом деле вести канал это не так легко, как я думала. Есть критивных отзывов, комментариев, не совсем корректных. Но как бы фильтрую я свой канал, удаляю такого плана людей и комментариев. И очень надеюсь, что мой канал будет полезен тем, кто просто хочет изменить свою жизнь, кто просто нуждается в том, чтобы видеть иногда вот такие хорошие, светлые истории и видеть, что мы можем многого добиться в жизни самостоятельно. Нужно просто прилагать свои усилия, нужно верить в себя, в свои силы и не обращать внимания на тех людей, которые говорят, что у вас не получится, что вы недостойны, что вы недостаточно умны, что вы недостаточно красивы, вы недостаточно стройны, вы просто недостаточны для кого-то. Самое главное, чтобы вы были достаточны для самой себя, чтобы вы научились себя любить, ценить, видеть свои плюсы, работать над своими минусами и строить самостоятельно свою жизнь. В общем, давайте сейчас быстренько тоже сниму вам еще видео, когда мы будем ехать в машине, покажу вам мою машину изнутри. Это был мой второй подарок, скажу сразу. Я думаю, многие догадались уже из прошлого видео. И также еще мой третий подарок. Мы просто сходили вместе поужинали. Снять я это не смогла, так как в этот момент мы купили телефон мне новый. Пока информация вся скидывалась с старого телефона на новый. Ну, я думаю, в этом плане вы уже мне просто поверьте на слово. Ладно, ребят, мы собираемся, едем в магазин и в конце видео я добавлю и покажу вам, как же моя машина выглядит, моя красавица. Хочу сегодня вместе с вами приготовить торт Наполеон. Готовить я его буду не просто так. Ко мне в гости придет три девочки. Это наши русские девочки, проживающие здесь в Америке. Вероника, Таня и Даша. И вот я хочу угостить их моим Наполеоном. Рецепт Наполеона меня научила его готовить моя мама. Она еще в советские времена работала в кондитерском цеху. Она научилась этот торт делать именно там. Для вас, конечно, я сделаю все это в записи. Вы увидите все это легко, быстро, как происходит. Я, конечно, потрачу на это время немного дольше. Разделю я это все поэтапно на несколько дней. Сегодня я сделаю тесто. Оно у меня будет стоять в холодильнике до завтра. Завтра я уже испеку коржи. И за день до моего дня рождения я уже смажу все это кремом. Дам ему настояться, чтобы он был сочный, вкусный, пропитался хорошо. И уже тогда буду угощать моих гостей. И я очень надеюсь, что вам захочется приготовить, попробовать приготовить также Наполеон по этому рецепту. И вы останетесь довольны. Скажете мне спасибо. Ну что, приступаем? Итак, нам потребуется сейчас 6 стаканов муки и полкилограмма маргарина. Мы это смешиваем вместе, как говорила моя мама, как рубим. Затем в образовавшуюся массу мы должны добавить, я сейчас взбиваю 2 яйца. Затем в стакан я добавляю воды, так, чтобы стакан получился полный. Затем в эту смесь я добавляю пол чайной ложки соды, которая у меня погашена 1 столовой ложкой уксуса. И затем уже замешиваю полностью тесто. Тесто получается очень таким однородным. Я его затем делю на 9 частей одинаковых. Накрываю его пленочкой и отправляю его в холодильник минимум на час. Я делаю мои коржи уже на следующий день. Духовка у меня разогрета на 220 градусов по Цельсию, или это примерно 420 по Фаренгейту. Я отправляю в духовку по 2 коржа, и у меня уходит примерно 15 минут. Но надо смотреть по готовности, коржи должны быть красивого золотистого цвета. В нашей семье мы готовим торт прямоугольной формы. Мне это очень нравилось в детстве, так как мама нам отрезала краешки торта, выравнивая его, и мы могли попробовать торт гораздо раньше. Пока я готовила мой торт и записывала для вас свое видео, я думаю, вы, смотря мое прошлое видео, помните этот момент. Произошло вот такое событие. Написал мне муж сообщение, время, как вы видите, у нас... Ой, это я делаю сейчас. Делаю Наполеон же свой коржи. Время у нас час 23. Точно он мне везет мне машину. Вот прям чувствую, что он мне поменял машину. Да, Кать? Давай я тебе покажу, что папа маме купил. Показай. Да? Давай покажем, что папа купил маме. Вот здесь все, дорогой. Ну, дед, ну, дед. Да, он не лырек. Да, я отыскал. Открывай, папа. Why? Why? Do you like it? Yeah. Да? Будем теперь мы кататься на нашей новой машине. Да? Папа сделал маме подарок, да? Скажи, happy birthday, мама. Happy birthday, мама. Да? Да? Катя быстро-быстро показала Никите новую мамину машину, да? Мама! Мой кот! Пайк! 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 Машина! Машина! Какую машину... Какая машина вам нравится больше? Красная или белая? Белая? И белая? Тебе красная? А тебе белая? Да, скажи, белая. Белая! Белая машина, да? Да? Ну, посмотри. Я же у тебя и белая. А почему? О, ласковку белая машина. Мамка! 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 Затем моя помощница помогла мне закончить торт. Вот такие вот коржи у нас получились. И потом мы поехали за моим следующим подарком. И следующий мой подарок, как вы сейчас уже догадаетесь, это будет телефон. Я попросила в магазине, чтобы мне подобрали телефон хороший, но недорогой. Сказала, что мне заоблачная цена не подходит, но я начала вести свой канал. Мне важна картинка, мне важен звук, мне важен объем памяти, чтобы был достаточный. Вот мне предложили телефон, так что теперь я обладательница нового телефона. Ну что, теперь давайте приготовим наш крем. Нам понадобится 2 литра молока, но мы 1 литр молока ставим подогреваться, добавляем мы в него 1,5 стакана сахара, помешиваем, чтобы оно подогрелось. И в отдельной кастрюльке мы взбиваем оставшийся 1 литр молока, мы добавляем туда 5 яиц. Также добавляем 5 столовых ложек муки, тщательно это все размешиваем и затем мы вливаем уже в подогретую первую часть нашего молока. И теперь самый важный момент, так как нужно стоять и все время помешивать эту смесь, чтобы она не пригорела. Вот такая констатистенция, это еще рано. Надо, чтобы крем стал гуще и по мере того, как вы мешаете, вы увидите, что он начинает густеть и приобретает уже такую более плотную консистенцию. Вот нам нужно этот момент дождаться, затем, когда крем будет готов, его отставить и затем уже, когда он будет остывать, добавить туда масло и хорошо взбить. Вот такой вот у нас получится вкусный-вкусный крем. Теперь этот чудо-крем мы наносим на наш будущий тортик. Важно делать это обильно, крема будет достаточно на это количество коржей. Изначально один корж я поломала, сделаю из него присыпку в блендере, так как это будет просто быстрее. И вот уже завтра я буду радовать моим Наполеоном гостей. А сегодня, по традиции, всего через пару часов, когда торт уже пропитается, я буду ему придавать красивую форму. Я пообрезаю краешки и уже мои домашние, и я сама будем лакомиться вкусным Наполеоном. Вот такой вот рецепт. Вкусно, быстро. Очень надеюсь, что вы захотите его попробовать и скажете мне потом спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребят, вот моя новая машина, моя красавица. Это Nissan Rogue, машина этого года, 2021. Детвора моя уже в машине. Вот, как видите, здесь уже будет достаточно места для Ромы. Кар, да. Мы едем в магазин. Кар. Вот, скажу сразу, не знаю, по какой цене он его взял, так как это подарок для меня. На мою прошлую машину. Ой, смотрите, могу даже сразу переворачивать. У меня просто в прошлом телефоне такого не было. Мою прошлую машину. У меня был Nissan Kicks. Мы его брали... Я уже не помню точную стоимость. Где-то 25-26 тысяч. Мы брали машину в марте 2018 года. Соответственно, вот он ее продал, отдал, да, назад, скажем так, обменял в ноябре 2021 года. То есть машине было два года... Господи, ну сколько там? Шесть, семь, восемь месяцев. И нам за нее в сервисном центре предложили 16 тысяч. Я так предполагаю, что эта машина, она стоит где-то 36-38. Соответственно, моя прошлая машина, он ее уже выплатил. И, собственно, когда нам предложили вот эти вот 16 тысяч, он уже брал кредит на эту машину, вот на недостающую сумму. Соответственно, где-то тысяч на 20. Вот так вот. Сколько выплачивает, ребят, не знаю. Ник говорит. Предположить примерно я тоже не могу. Так что вот так. Но когда узнаю, расскажу, кому будет интересно. Так, в моей машине у меня вот здесь есть рычажки. Один выставляет спинку, один подвигает сиденье. Просто говорю, так как в моей прошлой машине не было этого. Нужно это было делать самостоятельно, вручную. Также у меня здесь есть рычажок для... Господи, для руля для моего, да, который он его может приподнимать, там как-то вглубь вдавливать. Наоборот, на себя можно придвинуть, чтобы было удобно. Ну, так здесь, в принципе, гораздо машина, конечно, выше по качеству, чем была моя прошлая. Муж так и говорит, что тот вариант был замечательный для меня, чтобы я научилась водить, да, так как это был мой такой первый опыт вождения. Ну, вот так вот. Ну что, заводим? Заводим мою машину. Открываем двери гаража. Надо, выключу пока музыку. Сейчас подождем. Вот, включаем задний ход. У меня появляется вот такая вот картинка для моего удобства, чтобы я могла выехать. Скажу также, да, что на моем, на моем прошлом автомобиле, в моей прошлой машине вот такой вот картинки у меня не было, но у меня была вот такая вот картинка. Конечно, во всем, да, в целом, вообще машина лучше, гораздо больше функций. Мне очень нравится. Мне очень нравится вот люк мой, который у меня имеется сейчас. Да, вам тоже нравится? Да! Good. Ну, все, ребят, теперь я уже еду. Очень рада поделиться с вами своими эмоциями. Очень надеюсь, что вы за меня точно так же рады. И, в общем, мы в магазин. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Ларина! С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! Ну, раз пусть хочет ребенка, у меня два мальчика, пусть будет тогда две девочки. Вот так вот. Тайни открываются. Ребят, я вам очень хочу пожелать мечтать, мечтать и верить в себя, верить в свою мечту, верить в свои силы, даже когда вам хочется сдастся, и вы считаете, что у вас не получится. Все равно продолжайте верить, продолжайте стремиться, продолжайте делать свои шаги. Мой канал для этого я его и создала, чтобы показать простую, обычную жизнь обычной девчонке, женщине с Украины. Я точно так же, как и вы, однажды приняла решение, которое оказалось для меня правильным. Я тоже однажды была в самом начале своего пути. Мой путь в мою новую жизнь начался просто 7 лет назад с моего решения изменений, изменений в своей жизни, с решения найти новую работу, с осознания того, что мне нужно для этого изучить английский язык. Я понимала, что это будет долгий путь, я понимала, что это будет нелегко. Но знаете, у меня есть два моих самых любимых выражения, которыми я руководствуюсь в жизни. Первое – это «Все пройдет, пройдет и это». Я уверена, оно вам знакомо. И второе – это фраза из очень любимой мной песни, также знакомой вам «Прекрасная далека». И там есть фраза «Сегодня что для завтра сделал я». Вот я вам очень желаю, чтобы вы начали свою жизнь, свое стремление в вашу будущую, новую жизнь уже сегодня и спросили себя, а что сегодня для завтра сделал я. Ребят, удачи вам! И просто пусть исполняются все-все ваши мечты. Я очень-очень счастлива и очень благодарна сама себе, что я позволила себе встать на путь перемен, хотя это было тяжело, долго, но я уже здесь и очень-очень этому рада, ребят. Пока!